Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня мы начинаем новую тему царства грибы или фунги по латыни или микота. Сегодня на лекции мы разберем с вами такие вопросы, как общая характеристика, нецели, характеристика грибной клетки, размножение грибов, систематика грибов, образ жизни и значение грибов. Также более подробно будет рассмотрено дополнительные лекции, нецели и его видоизменения, химический состав и метаболизм грибов, более подробно рассмотрено размножение грибов и жизненные циклы. Грибы – это обширная группа гетеротрофных организмов, насчитывающая до 100 тысяч видов. Характерные признаки – хорошо выраженная хитиновая клеточная стенка, абсорбция питательных веществ из растворов, то есть космосфорный способ питания, размножение спорами, неподвижность в вегетативном состоянии и неограниченный рост, первичный гетеротрофный способ питания, запасной продукт бекаген и в обмене веществ присутствуют мочевидно. Вегетативное тело большинства грибов представлено мицелем, состоящим из ветвящихся нитей гибок с опекальным и боковым ветвлением. Мицелий пронизывает субстрат и поглощает все поверхности тела. Может располагаться над субстратом, в этом случае он называется субстратный, на котором находятся органы размножения. А тот мицелий, который пронизывает субстрат, называется субстратный. По анатомическому строению различают нитчатый мицелий, лишенный перегородок и представляющий гигантскую многоядерную клетку. Его еще называют неклеточный или несептированный мицелий. Их клеточный мицелий, разделенный перегородками и септами или септированный мицелий. Для низших грибов, например, зигомицидов, характерен неклеточный мицелий. Для высших – клеточный. У некоторых грибов вегетативное тело представлено одиночными почкующимися или делящимися клетками дрожжами. Некоторые примитивные грибы имеют одноклеточное столо, иногда лишенные клеточной стенки. На данном слайде вы видите ризы мицелий, неклеточные мицелии или несептированные, септированные мицелиями и одиночные почкующиеся клетки. Что касается характеристик грибной клетки, то необходимо отметить, что клеточная стенка хорошо выражена. Толщина ее около 0,2 мкм. Наружный аморфный слой и внутренний гомогенный слой с микрофибрилами, они очень хорошо выражены в клеточной стенке, то есть она дифференцирована по своей структуре. Клеточная стенка содержит до 80-90% полисахаридов, связанных с белками и липидами. В состав входят полифосфаты, пигменты, в частности меланин, а микрофибрилы состоят из хитина, целлюлозы, иногда других веществ. У многих дрожжей клеточная стенка состоит из глюканов, монанов, например, полимермоноза. Монан – это полимермоноза. В цитоплазме клеток грибов обнаружены рибосомы, ядра митохондрии, диктиосомы, вакуоль. Протопласт окружен цитоплазматической мембраной, плазмолемой. Между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной располагаются ломосомы – мембранная структура, имеющая вид пузырьков. Вакуоль отделена от цитоплазмы в тонну пласты. Метахондрия грибов сходна с таковыми у растений. В клетках грибов находится от 1 до 20-30 ядер, размер их 2-3 микрометра. Окружено ядерное содержимое двухслойной мембраной. В нуклеоплазме содержится ядрышко и хромосомы. В цитоплазме присутствуют исключения гранулы, гликогена, капли липида, а в вакуоле белки и валютин. В подвижной клетке грибов зооспора и гомета имеют жгутики. Жгутики двух типов – бичевидной гладки и пельсты. На данном слайде мы видим строение грибной клетки, где показаны обозначениями органоиды и ядро. Что касается размножения грибов. Грибы размножаются вегетативным, бесполым и половым путем. При вегетативном размножении отделяются неспециализированные части. Одна из форм вегетативного размножения образования холомидоспор в толстостенных клетках при неблагоприятных условиях. У дрожжей вегетативное размножение происходит путем почкования. Бесполое размножение осуществляется у грибов при помощи спор, развивающихся внутри спарангиев. В этом случае споры называются эндогены. Или на специализированных веточках мицелия понеденосцев в этом случае споры называются экзогены снаружи, то есть они называются конедиум споры. А если развиваются спаранги, то он называется спарангиоспором. У них же грибов, оомицетов и хитридиумицетов, бесполого размножения происходят при помощи зооспор. У зигомицетов в спорангелях образуются неподвижные споры спорангиоспоры. У аскомицетов и базидиомицетов спороношение конидиальное. Половое размножение известно у всех грибов. Исключение составляет формальный отдел несовершенной грибы или дейтеромицеты. Форма полового процесса разнообразна. Это гометогамия. Слияние гомет, образованных в гометангиях, различает три типа изогамия, гетерогамия, оогамия. Они подобны такие же, как и у водорослей. Гометангиогамия – это слияние двух половых структур, характерное для дигомицетов и астромицетов. И, наконец, соматогамия, характерная для базидиомицетов. Гометы – половые органы отсутствуют. И копуляции, способные обычные соматические или лепитативные клетки. В систематике и классификации грибов особенно широко используются морфологические, цитологические и онтогенетические методы. Разделение грибов на классы основано на ряде признаков. Во-первых, это характер развития, спор полового и бесполого размножения, типы полового и бесполого размножения, количество строений и расположение жгутиков у грибов, имеющих подвижные стадии, и состав полисахаридов в клеточной стенке. В соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры, название отдела грибов имеет окончание – микота, подотдела, микотина, класса, мицетис, подкласса, мицетинды. Название порядков заканчивается на а-лес, смесь на а-ц. Виды и роды не имеют стандартных названий. Что касается происхождения грибов, то необходимо отметить, что в современной микологии филогения основана на дефилитическом происхождении грибов от двух групп бесцветных флагелят, то есть жгутиконосных. От двужгутиковых флагелят произошли грибы класса омницетов, имеющих два жгутиков у геосфор. Все остальные грибы от одножгутиковых флагелят часто способны терять жгутик в процессе легитативного роста. Эти грибы можно расположить в следующий эволюционный ряд – от самых примитивных хитридюмицетов до более высокоразвитых бодезиальных грибов. Хитридюмицеты, дегомицеты – сумчатые бодезиальные грибы. Что касается образа жизни и значений грибов, то все грибы – это аэробный организм, за небольшим исключением. Все грибы – гетеротрофы. Они могут быть сапротрофами или паразитами. Сапротрофный способ питания первичен. Паразитизм представляет собой специализацию. Есть экологические группы грибов, специализирующихся по субстратам. Это разлагатели кератина, входящего в состав шерсти, перьев, рогов, копыт. Разлагатели навоза, капрофилы, ксилофаги, разлагающие грибесины. Гербофилы, развивающиеся на травах. Микофилы, растущие на других грибах. Среди почвенных грибов выделяют следующие группы. Это паразиты животных, настоящие паразиты на живых хозяинах, облигатные паразиты, не способные развиваться на искусственных средах, например, как мочнистая роса. Ржавчины – это экологически облигатные паразиты. Грибы-паразиты различают внутриклеточные паразиты, внедряются в межклеточные клетки хозяина. Лишины клеточные стенки, например, у мочнистая россяна, ржавчины, мицели распространяются по межклетникам. В клетки внедряются специализированные структуры баустории. Факультативные паразиты – подземных и надземных частей растений. Факультативные паразиты развиваются как сапротропы, но могут развиваться на ослабленных растениях. Сапрофаги – к ним относятся факультативные сапротропы, развиваются как паразиты, но способны существовать сапротропные. Симбиотропы – микоризообразователи. И также хищные грибы. Выделяется группа грибов-симбионтов, сожительствующих с водорослями и цинобактериями в составе лишанников. Вообще грибы – это важное функциональное звено экосистемы, играет большую роль в разложении органических остатков и в почвообразовательном процессе. В наземных биогеоцинозах основная масса грибов сосредоточена в почве, где их мицели достигают общей длины в 700-1000 метров в одном грамме почвы. Грибы синтезируют и выделяют во внешнюю среду разнообразные гидролитические ферменты, расщепляющие любые органические субстраты, вплоть до лигнина. Благодаря этим способностям они выполняют функцию разлагателей в аэробной зоне, то есть это редуценты. В отличие от консументов, грибы за сутки разлагают в 2-7 раз больше органического вещества. Что касается значения использования в хозяйстве, плодовые тела многих грибов употребляются в пищу как человеком, так и многими животными. Известны свыше 100 видов седубных грибов. Дрожжевые грибы используются в хлебоплечении и для изготовления спиртных напитков. В данном случае мы видим с вами сыроежки, шампиньон. В микробиологии используют грибы для производства лимонных, глюконовых кислот, ферментов, витаминов, антибиотиков. Грибы – это биологическое оружие по борьбе с вредителями, возбудителями болезни. Но грибы наносят также урон и сельскому хозяйству. Среди них известны паразиты, фитопатогены и также вред приносят человеку. Они вызывают гистоклазмоз, кандидоз, дерматомикоз. Грибы, которые приносят урон сельскому хозяйству – это всем известный картофельный гриб, который вызывает заболевание фитофторов. Мы с вами его подробнее рассмотрим на отдельной лекции, посвященной урону фитопа. На данном слайде показаны головневые грибы, которые приносят урон, в частности, зерновым, культурным. И, наконец, некоторые грибы являются редкими и исчезающими видами, которые занесены в Красную книгу Республики Бурятия. Это трометез, инанодус и лепиота. Спасибо за внимание. И дальше мы с вами переходим уже к более подробному изучению мицелия гриба, грибной клетки, строению, а также посвятим вопросу химическому составу микоболизму грибов, также размножению и жизненным циклам. Продолжение следует...